Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова, здравствуйте. Дополнительный миллиард выделят на ремонт дорог в районах Кировской области. Об этом заявил глава региона Александр Соколов во время обсуждения бюджета на 2023 год. По словам Соколова, именно на муниципальные дороги больше всего жалуются жители. Поэтому они сами будут решать, что ремонтировать. До 1 декабря все районы проводят голосование. По их результатам будут выбраны дороги, которые отремонтируют в первую очередь. На эти участки выделят дополнительно 1 миллиард рублей, сообщил Соколов. Стоит отметить, что голосование в районах действительно сейчас проводится. Происходит это в официальных пабликах в соцсетях. Правда, подошли авторы опросов к их составлению очень странно. Поставив рядом, казалось бы, совершенно неравнозначные по стоимости работ участки. Длиной, например, в 2 и в 12 километров. От такого соседства жители недоумевают. А еще опасаются того, что сейчас в соцсетях очень часто практикуется накрутка голосов. Экономика. На мусоросортировочный завод в Кировской области выделят 971 миллион рублей. Об этом на публичных слушаниях по бюджету региона на 2023 год заявил зампред Юрий Терешков. Сейчас власти ищут место для строительства объекта, так как возводить мусоросортировочный завод в Слободском районе передумали. По словам Терешкова, в ближайшее время власти планируют определиться с территорией и представить общественности концепт завода. Напомню, первоначально мусоросортировочный комплекс планировали построить у деревни Скоковы. Но местные жители выступили против и собрали несколько тысяч подписей. В итоге губернатор Александр Соколов решение о строительстве отменил. В эфире экономика. Кировские управляющие компании оштрафовали в этом году уже на 4 миллиона рублей. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала руководитель государственной жилинспекции Кировской области Алена Дудникова. Самое распространенное нарушение, за которое штрафуют – плохое содержание общедомового имущества, протекающие крыши и трубы, обваливающийся фасад, разруха на придомовой территории. Обращают внимание на нарушения ГЖИ чаще всего после жалоб жильцов. Ведомство организует проверку, и если в ходе ее нарушения подтверждается, возбуждают административное дело. Минимальная сумма штрафа – 250 тысяч рублей. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 61 рубль 24 копейки, евро 61 ровно. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова